Начальник управления труда и занятости Орловской области Наталья Цуканова уволилась. Как нам пояснили в управлении, свой пост она покинула менее двух месяцев назад. Причины пока не озвучиваются. Однако Вечерний Орел пишет, отставка не была добровольной и связана с распределением квот на привлечение трудовых мигрантов одной из строительных компаний, работающих в Орле. Экс-глава управления труда и занятости в этом вопросе занимала принципиальную позицию. Сейчас обязанности начальника управления труда и занятости исполняет ее заместитель Максим Долгий. За невовремя сделанный ремонт дороги подрядчику придется заплатить неустойку. Так, еще в 2012 году мэрия Орла заключила контракт с подрядчиком из Иваново Дорстрой на реконструкцию дороги по улице Приборостроительной стоимостью более 14 миллионов рублей. Но в положенный срок Дорстрой не уложился. Уже весной городские власти направили подрядчику неустойку за срыв сроков. А после того, как он на претензию не отреагировал, мэрия обратилась в суд. Теперь в судебном порядке с нерадивого подрядчиков за еще 2 миллиона 730 тысяч рублей неустойки. Помочь зоопарку Орловского полесья можно будет всем вместе. В вестибюле мэрии 24 октября пройдет открытие благотворительной выставки, где будет представлено более 30 работ художников из Орла и Польши. Орловские мастерокисти в своем обращении ссылаются на то, что требуются финансовые средства для изготовления более просторных вольеров. Открытие ровно в полдень. А это очередная порция видео с регистраторов. Проезд на запрещающий сигнал светофора – одно из излюбленных нарушений орловских водителей. Так на улице генерала Родина Жигули 7-й модели с номерами М007ВМ выезжает на красный свет светофора. Не остановил запрещающий сигнал даже водителя троллейбуса. Он пересекает перекресток, практически не притормаживая. А пользователь с ником Скиталис прислал видео под названием «Водитель Камикадзе». Ночью, не дождавшись, когда его пропустят, водитель на черной иномарке выезжает с второстепенной дороги на главную, создавая аварийную ситуацию для всех участников движения.